МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала Первой карагандинской новости. В студии работает Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. В Казахстане продолжается обсуждение проекта о здоровье народа и системе здравоохранения. В новом документе Минздрав предполагает новые ограничения. Особое внимание уделяется запрету на курение кальяна. 105 лет исполнилось со дня рождения выдающегося казахского писателя Сатара Ерубаева. В юношеской библиотеке провели литературный вечер, посвященный творчеству писателя. Обо всем более подробно. Старые гнилые трубы стали причиной отсутствия воды у некоторых жителей станции Караузек. Проблему можно решить с простой заменой водопровода. Вот только никто не хочет вкладывать в это деньги. Ни владелец сетей, ни арендатор, ни жители, оставшиеся без воды. Все подробности в нашем репортаже. А в воду две водоколонки работают. Всего две водоколонки. А людей-то много? А в воду две недели. Питьевой воды жители улицы Долинская станции Караузек не видели с октября прошлого года. Некоторые станичники утверждают, что в их домах нет воды уже третий год. Во всех бедах они винят своего услугодателя, индивидуального предпринимателя ЛАЩ. Один из активных жителей улицы Долинская Николай Хребтов. Он заявил, что после последней аварии на водопроводе услугодатель поставил заглушку, отрезав тем самым дома от водоснабжения. Везде мы ездили, в воде на Кемат Прадово. Об основном мы поехали, он нам немножко помог. Дал трактор, дал трубы, но они все лежат. Никто не хочет делать. Сам хозяин, арендатор, как говорят, это человек работает. Он не хочет ничего делать. Ни людям добро, ни другим. Он вот нарыл, бросил, все, воды нету в доме. По словам жителей, поставщик воды по непонятным причинам намеренно не желает ремонтировать водопровод. А вот деньги за воду требуют постоянно. Но вот что нам рассказал сам услугодатель. Предприниматель Владимир Лащ в свое время взялся за водообеспечение станции. Арендовал водонапорные башни и старые водопроводные сети, которые уже тогда находились в ужасном состоянии. Сегодня трубы сгнили окончательно. Решить эту проблему можно лишь одним способом – старые трубы поменять. И сделать это нужно самим жителям, заявил предприниматель. В качестве примера он приводит другую ситуацию. Вот на этой улице, вот у меня колодец, да, мы четверо сложились, сюда провели буровые штанги за свой счет. По улице Столярная они тоже за свой счет сложились. Это когда-то до меня, это еще в 80-е годы. Я в своем 80-м году где-то ложил. И переулок Карабахский. Они сложились себе пластиковые трубы. Вот поэтому здесь вода есть. А там никто не хочет копейки внести. В Акимате, в районном Акимате посоветовали с народа, с населения собери деньги. Как можно собрать с народа деньги, если туда вода не поступает. Я их только сожалеть могу. Тут один выход, если город поможет. Все. Напоследок Владимир Лащ заявил, что будет отказываться от аренды водопроводных сетей. Стоит отметить, что недавно от этих же сетей отказался и владелец. Я расторгаю договор с арендодателем. Мне вот эта головная боль совершенно не нужна. Я 7,5 лет старался как мог. Ситуация понятна как дважды два. Услугодатель не может подать воду, потому что она попросту не проходит по старым трубам. Но и поменять водопровод тоже не в состоянии. Нет таких денег. Жители тоже не могут или не хотят поменять трубы за свой счет. Надежда, что кто-то другой возьмется за это дело, ничтожно мала. Остается лишь уповать на власти. Нам нужна городская вода. Все. Мы больше ни о чем говорить не хотим. Дайте нашим... Хотя мы уже плохо жили. Дайте нашим детям пожить и внукам хорошо. Андрей Тенаман Кужанов, Андрей Тимофеев. Первый. Карагандинский. С 26 января автодорога Астана-Цимиртау станет платной. Водителям легкового транспорта придется заплатить 400 тенге наличными, либо 200 тенге по предоплате. Об этом сообщается на сайте Министерства индустрии и инфраструктурного развития. Запуск системы взимания платы стартует 26 января на автодороге Астана-Цимиртау. Стоимость проезда составит 400 тенге. Это если платить наличными, но можно заплатить в два раза меньше, если воспользоваться предоплатой посредством банковских мобильных приложений, баланса мобильного телефона или через терминалы. Кстати сказать, компания КАЗ Автожол рекомендует оплачивать проезд именно безналичными способами, чтобы не создавать очередей. Также сообщается, что предусмотрены льготы для жителей районов, прилегающих к платной дороге. С 26 января платными также станут автодороги Алматы-Капшагай и Алматы-Харгос. В Казахстане продолжается обсуждение проекта о здоровье народа и системе здравоохранения. В новом документе Минздрав предполагает ограничение продаж в торговле, а именно запрет рекламы фастфуда, запрет на выкладку табачных изделий, а также запрет на курение в специализированных и общественных местах и автомобилях личного пользования. Особое внимание уделяется запрету на курение кальяна. Стоит сразу отметить, что еще в марте 2013 года Министерство здравоохранения Казахстана ввело полный запрет на курение кальяна в общественном месте. Это не только больницы, школы, общественный транспорт, но и бары, кафе и рестораны. Чиновники предполагали, что в течение нескольких месяцев все кальяны на территории Казахстана перестанут работать. Но, как известно, запретный плод сладок. Кальяны под видом баров и ночных клубов продолжили работать уже полулегально. Медики в очередной раз обращают внимание граждан на то, что курение кальяна приносит большой вред здоровью. На следующий момент рекомендуем отказаться от употребления кальянов ввиду того, что они намного вреднее, чем сигареты. При вдыхании воздуха дыма, я повторюсь, поражаются в основном средние и нижние доли легкого. Соответственно, риск того, что у нас будет рак легких, естественно, возрастает. Помимо этого у нас кожные заболевания, сыпь и так далее. Помимо того, что у нас кальян используется несколько средств, несколько вкусов, то, естественно, возможно возникать химические реакции в крови и в дальнейшем вызывать аллергические реакции. Мало того, что человек несколько часов практически дышит кальянным дымом, экспертиза курительных трубок, жидкостей и емкостей обнаружила кишечные и синегнойные палочки, золотистый стафилококк, дрожжи, а также грибки, которые опасны для здоровья человека. И все же стоит отметить, что многие карагандинцы не видят в кальяне большой опасности. Ну, она, как бы, ну не сказать, что она сильно вредна. Но это очень увлекательно, и молодежь очень этим занимается. Кальян может по-всякому реагировать. Ну, разные люди по-разному реагируют на разные добавки. Может быть, никотин добавляют. И не особо приятно, когда вообще на месте стоишь, и тебе прям в нос никотин бахает. Ну, как бы, люди сидят, они отдыхают, им хорошо. Ну, а мне не мешает дым кальяна, почему-то. Вы не против, да? Да, я не против. Ну, не знаю. Как бы, вроде как, не особо вредит. Только если мешает своим запахом. Все. Вслед за курением табака и кальяна в казахстанском Минздраве намерены взяться за электронные сигареты. Андрей Танайден, Жакан Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. С текущего года в законодательство в сфере государственной службы внесены ряд поправок. Теперь эти процессы автоматизированы и подаются в электронном виде посредством систем ЕГОВ и ЕКЗМЕТ. Как известно, чтобы поступить на государственную службу, необходимо пройти конкурсный отбор. На первом этапе конкурсных процедур граждане сдают тестирование на знания законодательства. Затем оцениваются личные качества кандидатов в так называемые компетенции, а уже потом собеседование в государственных органах. Те, кто не сумел преодолеть установленные пороги, смогут повторно пройти тестирование через один месяц. В основе вопросов лежат психометрические и ситуационные задачи, которые в совокупности дают полную картину о кандидате. Также стоит отметить, что раньше для того, чтобы выдать сертификаты претендентам, нашему агентству приходилось выделять немало средств. А сейчас все результаты и ответы можно увидеть в электронной системе. Это очень удобно для обеих сторон. Для прозрачности оценки в программу входят вопросы на определение уровня достоверности. Это сделано, чтобы исключить факты представления кандидатами недостоверных сведений о себе. При уровне менее 50% достоверности тестирование считается непройденным. С прошлого года в процедуру проведения тестирования были внесены изменения, а именно тест на определение личностных компетенций теперь имеет обязательный порог в прохождении. В данном случае при прохождении тестирования кандидаты должны отвечать на поставленные вопросы искренне. Если кандидат хочет приукрасить свою личность и отвечать будет нечестно, то достоверность ответов по определенному виду компетенций естественно будет низкая. Стоит отметить, ранее гражданин при прохождении тестирования получал сертификат и представлял его в службу управления персоналом для участия в конкурсе. Теперь же их результаты будут храниться в системе ЕХЗМЕД, посредством которой кадровые службы госорганов будут самостоятельно знакомиться с результатами тестирования кандидатов. Мульдир Жакан, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 105 лет исполнилось со дня рождения выдающегося казахского писателя Саттара Ерубаева. В связи с этим в юношеской библиотеке состоялся литературный вечер. Собравшиеся гости глубже познакомились с литературным наследием Саттара Ерубаева, а также поговорили о жизни и деятельности писателя. Саттар Ерубаев внес огромный вклад в развитие города Караганды. В 1934 году писатель отправился в шахтерскую столицу для организации молодежной газеты. Этот шаг во многом повлияло на его жизнь. Здесь же Саттар Ерубаев написал свой самый главный труд роман «Мои ровесники». В нем он описывает жизнь, деятельность и рассказывает в целом о становлении города. На литературном вечере собравшиеся гости еще раз вспомнили произведение выдающегося писателя. Сегодня мы пригласили на мероприятие учеников 8 класса школы номер 65 города Караганды. У нас будет литературная гостиная «Мир Саттара Ерубаева». Мы расскажем о жизни и деятельности Саттары Ерубаева. На наше мероприятие были приглашены писатель, карагандский писатель Баймуханов Мухаммед Калия. Гость вечера Мухаммед Калия Баймуханов провел беседу со школьниками и подробнее остановился на романе «Мои ровесники». По его словам, это первый казахский любительский роман, который ценен юношеским порывом и творческими находками. Мухаммед Калия Баймуханов утверждает, что произведения Саттара Ерубаева прекрасно описывают общечеловеческие идеи и обязательны к прочтению. Я с радостью пришел на этот вечер, потому что подобные мероприятия должны проводиться чаще. Саттар Ерубаев достойный писатель, очень талантливая личность. Всего за 23 года он многое успел и оставил огромный след в истории народа. Я уверен, что нынешняя молодежь независимого Казахстана многое возьмут для себя, прочитав произведения Саттара Ерубаева. Сотрудники библиотеки в свою очередь провели интересный обзор по книжной выставке «Халхананкалаулы» «Они намерены и в будущем проводить подобные мероприятия». Мольдер Нурланг Заайден Жахан Андрей Тимофеев «Первый карагандинский». В областном музее изобразительного искусства открылась выставка «Город мой Караганда», посвященная 85-летнему юбилею города. В ней собраны экспонаты из фонда музея. Экспозиция разделена на блоки. Среди них Рухани Жангару, индустриальная Караганда, наши знаменитости, шахтерский край. Караганда в годы Великой Отечественной войны, Космическая гавань и современный вид Караганды. Авторы работ не только карагандинцы, но и художники из других регионов, которые отразили в полотнах этапы становления города. Всего на выставке представлено 57 работ. Дальше у нас идет Караганда индустриально, это значит развитие Караганды в 30-40-х годах. Следующий блок у нас идет, это соответственно посвящено в индустриальной Караганде, как в шахтерской, где мы можем увидеть портреты знаменитых наших шахтеров, как, например, Кузимбаев, Аманжолов. В день открытия выставки также прошел музейный урок с пятиклассниками из школы номер 25. Для школьников организовали мини-экспозицию «Семь граней Великой степи». Так как мы все являемся центром именно воспитательным, поэтому мы даем информацию для учащихся, в большей степени, конечно, чтобы они знали историю нашего города, патриотическое чувство воспитания. Школьники с любопытством слушали лектора, узнавая много интересного и полезного. Оказаться, в мире было очень тяжело жить. И там развивались пастушки и скотоводство. В нынешнем году исполняется 100 лет со дня рождения Нуркена Абдирова. Поэтому один блок экспозиции посвящен полностью Герою Советского Союза. Выставка продлится до 10 февраля. В последний день здесь пройдет большой праздник, посвященный 85-летнему юбилею Караганды. Андрей Тен, Айдын Жакан, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Лыжные гонки, силовая гимнастика и стрельба из пневматической винтовки. В Караганде стартовали соревнования по зимним видам спорта президентского многоборья среди школьников. Главная цель соревнований выявить сильнейших спортсменов для участия в областных соревнованиях. В первый день соревнований в спортивном зале 8-й школы состоялся турнир по стрельбе из пневматической винтовки. На огневом рубеже учащиеся средних классов, среди них команда средней школы номер 83. В прошлом году она заняла четвертое место. Сегодня в соревнованиях по зимним видам президентского многоборья школьники намерены стать призерами. Я пришла со своими сверстниками с более младших классов. Есть некоторые мои параллели. Мы пришли сюда выиграть. Постараемся не упасть. Будем стараться наоборот выше подняться, чтобы занять более первое, второе или третье место. Организаторы отмечают, что в нынешних стартах принимают участие самые сильные команды победители курсовых соревнований. Всего 10 команд. В программу многоборья входит стрельба из пневматической винтовки, силовая гимнастика, отжимания и подтягивания на перекладине, а также лыжные гонки. Все этапы проходят на базе восьмой школы. В 10 часов мы раздаем номера, а в 12 часов старт будет. Старт у нас масса, масса старт. Это значит, младшие девочки все становятся, все школы. Это наглядно все видно, какая школа побеждает. Становятся по команде марш, они бегут три километра на лыжной трассе, на территории восьмой школы. У нас замечательная трасса в восьмой школе. Очень хорошие условия для развития этого вида спорта. Хотя он не олимпийский, но это очень интересный вид спорта. Главная задача этого мероприятия массовое привлечение учащихся к систематическим занятиям физкультурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, а также определение уровня физической подготовки школьников. В рамках программы «Школьная лига» проводится пять мероприятий ежегодно, такие как футбол, волейбол, баскетбол, гандбол, мини-футбол, футзал. В этих мероприятиях участвуют ежегодно около пяти тысяч школьников из всех школ Караганды. Награждение победителей состоится по итогам лыжных гонок во второй день Спартакеады. Сильнейшие команды примут участие в областных соревнованиях по зимним видам президентского многоборья. Андрей Тенай, Денжакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Приятных вам выходных. Аман Сау, Волонстарь. Редактор субтитров А.Семкин